Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 433. События дня. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Надо за 18-е поставить. Надо за 17-е, видишь, иногда пропускаю. Если здесь 18-е, то выходит там 4-е, когда надо стоять. Ошибочка маленькая. Номер 434. У нас тут оставалось вот это. Прочитай. Отца Якимова везли в больницу. Сделали ночью операцию. Аппендицит. С 12-е по 13-е февраля. Ну, вчера было 18-е. Это уже, получается, 5 дней. Мы у него были и выставили ролик. Один и второй вокруг. Все, засняли на фотографию. На фотоаппарат-то. А дома сделали еще один ролик с объяснениями. И сразу утром даем объявление, которое дает Сергей Пупков. Сергей Пупков. Мир вам всем, кто желает вместе с нами прославить Господа нашего Иисуса Христа. Такая возможность сегодня есть и у вас. Я Пупков Сергей. Духовное чадо Игнатия Тихоновича Лапкина. Мы ведем занятия по изучению Библии в интернете, по толкованию святых отцов. Православная Церкви с 14.00 до 15.30 по московскому времени. Каждую среду, пятницу и воскресенье. По окончании занятий с 15.00 вы можете задать вопрос и получить на него ответ во свете Библии. Занятие бесплатное. Если на вашем компьютере не установлена программа Skype, вам необходимо ее установить. Ну, там буквы В лишние-то. Вот зачем вот это? В это тут? Зачем это вот это? Ага, откуда она появилась тут? Чтобы участвовать в занятиях, найдите меня в Skype Пупков Сергей 1. Ну, по этим... по латыни, по латынскими буквами. Вот тут смотреть можно даже, как дальше. И запросите авторизацию с пометкой на занятие. Если вы желаете вместе с нами молиться, также запросите авторизацию в Skype Пупков Сергей 1 с пометкой совместная молитва. Примерно за 7 минут до начала занятий или за 7 минут до начала совместной молитвы напишите мне в Skype, что вы готовы. Я вас подключу, позвонив вам. Мне не звоните, а только пишите. Совместная молитва каждый день в 0 часов 40 минут по московскому времени. На молитве женщины должны быть в платке, мужчины подпоясаны, рукава одежды у всех должны быть длинные, до кистей. Во время занятий и совместной молитвы прошу отключать микрофоны, дабы не создавать шум, мешая другим слушать и молиться. Храни всех Господь. Лука 11.1 Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Вот мы вот выставляем в ролике, и люди говорят, я совсем не знал как, теперь увидел. И один говорит, я молился об этом, чтобы увидеть. Ну, в храме-то как, ничего не знаем. И вдруг увидел часть литургии вашей, когда дети с детьми занимаются, а потом провожает их, Володя, и еще часть записывает, дед. И Бог услышал мою молитву. Видите, как люди благодарят за это. Деяние 2.42 И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Пс. 87.14 Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряю Тебя. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот так. А молитвы очень много уделяются в Священном Писании. Потому что без молитвы нет связи с Богом, и никакой жизни нет. И молитва мерзость когда? Это у нас прямо в храме выставлено это. Когда люди отклоняют ухо свое от слушания Священного Писания, то есть Слово Божие, то есть Библии. Юлия пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Только что посмотрела видео из больницы с отцом Иакимом. Вчера вы писали на мой вопрос о его здоровье. Вы ответили сносно. Ну так, не я ответил сносно, а тут надо вот так поставить было, что я ответил-то. Это в кавычке слово, иначе непонятно. Я ответил сносно, или о положении дел сносно. Но сегодня я посмотрел, и вижу, что он выглядит великолепно. Я очень рада. Слава Христу. Храни вас всех Бог. Аминь. Вот так. Иван А. Добрый день, дорогой Игнатий Тихонович. Наконец-то я услышал и увидел человека, который говорит то, с чем я всем сердцем был, и остаюсь согласен, но не имел определения своим чувством любви к Богу. Спасибо вам. Следом пишем сообщение о том, как приобрести... Как приобрести мне ваши книги. К истинному православию. Толкование на весь Новый Завет Блаженного Феофилакта Болгарского с 297-й мю-комментариями. Для Слова Божия нет уз. Заранее спасибо. Я ему ответил. Сергей Игнатов. Спасибо, Христос. Мои мысли вами прочитаны. Аминь. Эти какие... Мои мысли какие-то прочитаны. А почему я отвечаю? А он нашел... Не задавал, говорит, даже вопрос слух. А вы вдруг ответили. Как? Да понятия не имею. Как Бог? Это ни при чем тут я. Ксения Юм. Добрый день, дорогой наш Игнатий Тихонович. Сегодня муж обрадовал меня просьбой заказать ваши книги. Ох, какая просьба еще бывает. Радость. Читали их в электронном виде, но он решил, что такое сокровище должно быть у нас не в первозданном виде. Напишите, пожалуйста, не закончились ли трехтомник Нового Завета к истинному православию. Игнатий Тихонович, если денег на пересылку будет недостаточно, прошу вас, сообщите мне. Я сразу перечислю. То есть она уже вчера, только я сказал, она тут же перечислила, буквально уже за полчаса. И, пожалуйста, не торопитесь с отправкой. Как будьте тут удобно, так и отправляйте. Спаси Христос. И, пожалуйста, примите во внимание, что платеж может идти несколько дней, даже три дня, для Сбербанка. Норма. Игнатий Лапкин пишет. Принято к исполнению. Ксения. Дальше повторяй. Ой, мы так рады. А, четыре раза, а, буква растянута. Благодарим вас от всех наших душ. Я так даже не крикну. Вот. Понятно? Ну, вчера мы тут читали, и я эти стихи решил взять сюда. Стихи Тютчева. Ну, два куплета. Прочитай. Небесный свод, Горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины. И мы плывем, Пылающие бездной Со всех сторон окружены. Как океан объемлет шар земной, Она между двойной бездной Лелеет твой всезрящий сон. И полной славой тверди известной Звездной, Ты отовсюду окружен. Ну, то есть я хочу сказать, что и поэты, и всегда все понимали, не какие-то масоны или кто, потому что это соответствует действительности. И другого научения никогда не было. И бездной окружены, Ни тарелка, ни на слонах, И вся эта языческая хитромудрость Ничего не стоит. Объемлет шар земной, Океан. Как? Как? Сравнение, как океан. Она между двойной и бездной. Видишь? Бездна. Откуда? Повесил землю ни на чем. Это соответствует Слову Божию. И если так уж по большому счету-то, О земле вот некоторые в интернете, Там дурью маются, Что земля плоская, Вроде в виде столешницы какой-то. Ну, написано. 11 главе 3 Ездры. Говорится о правителе на всех земле, На всей земле. Земле. А какая не говорится? А потом. И дана будет власть на всем земном шаре. Тут уже не надо ничего говорить. Если человек это не принимает, Явное дело, что против Писания Воюет только дьявол. И, говорится, он дал моду, А сам, что под землей, Ведет туда в воду. И дальше. Еще стихотворение беру. Да, чуть пониже. Измерить океан глубокий, Сочесть пески, лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет. Видишь, какие? Лучи планет. То есть он признает планеты, А которые признают, что земля плоская, Они планет, ничего нет, Это где-то рядом звездочки. А кто их зажигает? Как они гаснут? Им ответа не надо. Они ни один ответ не могут ответить, Чтобы он соответствовал предыдущему ответу. Ну почему? Потому что у дьявола мы разницы нет. Он строит. Стена наклоняется. Интересно, златоуст рассуждает об этом. Щель. Сатана берет грязь, Скорее замазывает щель и грязь. Это порог Иеремия говорит об этом. Ну явно, что щель. Ну кто-то же думал, что построит коммунизм. Ленин не скрывал. 90% страны можно уничтожить, Посадить в ГУЛАГ. А 10%-то прихлебателей Можно довести до выдуманного коммунизма. Это здорово звучит. От каждого по способности И каждому по потребности. Способности надо всю жизнь развивать, А потребности никто не знает, Где им окончание. Одну машину взял, надо другую. Одна жена есть, надо две. У Соломона было тысяча жены на лозис. А у Владимира, князя, Который крещение Руси принял, Две тысячи. Ну это вообразить. Две тысячи жены. А ты один? У султана даже нет столько. Потребности сколько? Каждый день пиршествовал блистательно. Евангелие от Луки 16 глава. Иоанн Затаус говорит, Дань его чреву приносили воздух, земля и воды. Какие у него есть? Иные питаются чем? Мне обязательно нужно, Чтобы лосточинные гнезда были. Не наши грязные. Которые слюны делают. Их достают. Люди разбиваются в пещеры, Где-то там на юге, в Таиланде. А другой говорит, Чтобы сердечки соловья были у него. И попробовать. Налови соловьёк, погуби. Сердечко выни и накорми. Ну и такая придурь есть. А вот я ем такое-то. Ну кальмара-то можно поймать большого. Как дальше? Как искры сыплются, стремятся, Так солнца от тебя родятся. Как в мразный ясный день зимой Пылинки и не сверкают, Вратятся, зыблются, сияют, Так звёзды в безднах над тобой. Ну, спрашивается, когда ещё? Это учитель Пушкина. Гавриил Романович Державин. Пушкин говорит, Старик Державин нас заметил И в гроб входя благословил. И вот смотрите, Как пишет об этом. Нельзя измерить. С числом мира нет этим звёздам. Так солнце от тебя родятся. Какие солнце? Ну, каждая звезда, это солнце. На тысячи световых лет отстоит. Тут всё сразу делается понятным. Никто не гасит. Земля поворачивается, как шар. И что? От тебя родятся. Так в мразный, то есть морозный ясный день зимой, Пылинки и не сверкают. Так звёзды в безднах под тобою. А как же на водах основал? Ну, на водах колодец копаем это. А как же столпы написано? Да никаких столпов-то нету. Какие столпы? Землетрясение и все. Это означает твёрдость земли. Ну, Бог делает исключение для землетрясения. Дальше. Светил возженных миллионы. В неизмеримости текут. Твои они творят законы. Лучи животворящие льют. Ну, смотрите. Светил возжённых миллионы. Где? Тут всё стоит на месте. В безднах. Там, в космосе. Ну, огненные си лампады И рдяных кристалей громады Или волн злотых кипящий сон Или горящие эфиры Или вкупе все светящие миры Пред тобой, как ночь пред днём. Какие светящие миры-то? Черепахи? Или что? Светящий мир это называют планеты, Которые отстоят иногда на Миллиарды световых лет, как сегодня говорят. А скорость света 300 тысяч километров в секунду. И умножь это на год. Сколько секунд в году можно высчитать? Сейчас 60 минут. В минуте 60 секунд. И дальше умножаю, умножаю на 365. А теперь умножь это на тысячу, На миллион, на миллиарды, Ещё на четыре. Ну, ясное дело, кошмар. Но именно так. Никто не мерил. Можешь не верить. Дальше. Как капля в море опущена, Вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная? И что при тобою я? Вселенная? Всё сходится. Как будто это говорит астроном великий. Почему? Ну, так и есть. В воздушном океане оном, Миры умножим миллионом, Стакрат других миров. И то, Как дерзну... Когда? Когда дерзну сравнить с тобою, Лишь будет точкой одной, А я пред тобой ничто. Державен некий. Гаврила Романовича. Мы смотрели годы жизни его. Ну, Пушкин был ещё в лицее. Там лет 12 ему, Он уже умер. Дальше. На популярной платформе По созданию гражданских инициатив Появилась петиция, Озаглавленная. Верующие должны платить Десятину со своих доходов. Так, подожди. Вот подумайте сейчас, Кто не считал и не знает, Кто это может говорить? Кто? Ну, ясное дело, Адвентисты седьмого дня. Потому что православные батюшки Не берут Десятину. Притом эти известия Мне поступают в разных местах. В руки деньги дают И поп не берёт. Да быть того не может. Это не поп. Нет, поп самый настоящий. А почему? Да если Десятину берёт, Дальше всё, Сценники все уберите, Торговлю убирайте. Они не о свечах заботятся. Это торговля душами. И чем больше грешат, Тем больше берут. Вот поехал на соревнования, Не соревнования, А там мировой конкурс, Емельяненко, Фёдор, И показывает, Он в храме идёт, Кучу, В руках тащит, Он сильно такой набрал, А хапку, Как дрова несёт, С вещи, И ставит, Их, Перекл, Там наклоняется, До мощей дотягивается, Потом лбом ободнул, Он настоящий православный. Настоящий. Сегодня у него как раз Борьба мировая будет. За одну победу Получает не менее Пяти миллионов долларов. Так есть за что, Что пиво, Говорится, Наколотили-то. Ну, А побеждённый, Там миллиона, Три всё равно. Иначе бы борьбы не было. Люди платят страшные деньги. Готовились. Вот как. Верующие должны платить Десятину с доходов. Со своих доходов. Десятину. У русской зарубежной Православной церкви У них Членские взносы Называются. Не знаю, Как они определяют, Что за членские, Какие, Партийные или какие. Профсоюзные. Определённо, Десятина. Повторяю, Десятина. А Десятина я Стихотворение написал. И на каждой строчке, А их 36 в моём Стихотворении. Место писания. Сейчас прочитаем. А вот это, Вот верующие должны Платить Десятину Со своих доходов. Говорит, Не Сихтанк. Нет. Её автором Значится кто? Кирилл Гундяев. Вот так. Кто не знает, Познакомиться можете В чистом переулке В Москве. Напомним, Что такого мирское имя Нынешнего патриарха Московского Ивсея Руси Кирилла. Вот это, Вот это да. Как попытываю. Да что это такое, Десятина, Сектанты и Витяки. А сказали, Гундяев сказал, Все языки проглотили До единого. Потому что, Почему? Потому что лицемеры, Они тут слова не скажут, Потому что Одно движение, А его патриарха Боится и Лепископ, Тот сразу его Слопает. Который скажет, Ни один не скажет. Правда. Так, Патриарх, А, Допомним, Что таковое Мирское имя Нынешнего патриарха Московского Ивсея Руси Кирилла. Правда, Сразу отметим, Что слово Верующие Не обязательно Означает Последователь Православной Церкви. Не обязательно. Кто в церковь приходит, Платите все, И мусульмане все. Однако смысл петиции, Адресованный Президенту Российской Федерации Министерства Финансов И МНС Изложен Следующим образом Кавычки Открыты. Пора вести Сбор Десятины С верующих В пользу Церкви. Подобный Сбор Может решить Несколько Проблем. Первое. Определить Истинно Верующего Для того, Чтобы защищать Его право На оскорбление Чувств В судебных Инстанциях. Вот абсолютно Правильно. А как определить Десятины не платят. А в Германии Других государств Платят. И у них там Священники Все получают Так же как вот Ну пришло время Месяц прошелся Зарплата Ему уже начисляется Но все верующие Платят Только приехали Сразу высчитывают. Второе. Решить проблему Финансирования РПЦ И содержание Ее недвижимости И сотрудников. Ну все раз Она государственная Такая государственная Я скажу что Вот под эту Лавочку Ну не пойдут Некоторые как отделенная Или инициативная Группа Называлась Баптистов Про других Не знаю Эти нет Они слишком Дорогую цену Заплатили 150 Там сколько Их арестовано было Сколько Десятков Не вернулось Погибли В сталинском ГУЛАГе В этом Хрущевско-Брежневском Кстати Пользователь Под именем Кирилл Гундяев Года назад Разместил Там же Петицию Законодательно Запретить Строительство Религиозных Сооружений В парках И скверах Которая Собрала Три голоса Три голоса Новая идея Оказалась Более популярной На момент Размещения Этой публикации За нее Проголосовало 400 человек Из 500 Необходимых Притом Мы не знаем Так или не так Мы говорим Мысли Мы взяли из интернета Эти данные Это нам Просто подсунули И поэтому Ну сейчас Кирилл Гундяев Встретится И скажет Да я этого не говорил Ну не говорил И не говорил Никакого преступления То нет Хорошо говорил Не говорил Так давно пора было сказать Если не говорил Потому что Если есть десятина Этой проклятой Торговли Не будет Почему проклятой Христос изгнал их Где еще торговля В храме Христос Туда не заходил За порог Иначе он Вышвырнул Эти комки Ну и Показать наши ресурсы Какие у нас есть Вот первое Это мой мир Я люблю Эту систему Очень И сюда все Перетаскиваю У нас очень Богатая страничка У нас здесь Видео Только 5274 Наши Ну и Фотографии 17971 Там есть еще Другой листик Здесь можно Со мной Переписываться Могу ответить А когда спрашивают Под роликами На канале Ютубе Там я не отвечаю Не отвечаю Зачем? У нас слишком Много всего сказано Ну и Очень большой ресурс Это Форум Я Сейчас Погляжу Как правильно Совершить Что? Земные поклоны А Вот кто Зашел Ну как он Правильно Совершить Валерий Харламов Кто-то новый Зашел Сегодня Откроем Ну я не Виноват Если что-то Не так Будет Говорить Ага Вот как Ну считай Что тут Написано Здравствуйте С удивлением Узнал Что в общине Потеряевки Существует Традиция Ежедневно Совершать По 700 Земных Поклонов Конечно К сожалению В новобрядческих Храмах Сейчас поклоны Делают Как попало В то время Как у староверов И даже у мусульман Существуют Определенные правила Давайте По счастям Абсолютно правильно Притом Православный Байдак Совершает Крестное Знамение И одновременно Поклон Крест ломает Еще только Руку Колбу Поднес А уже Поклон делает Хотелось бы Обратиться К опыту Петеряевцев И Игнатия Тихоновича И задать Несколько вопросов Первое Что ставить На пол Сначала Руки Или колени Ну Руки Сначала колени Потом руки Потом лоб Лбом коснуться рук Десять пальцев Это десять заповедей Ставить на колени На колени стоять Дальше Второе Нужно вставать На кулаки Или на ладони На ладони Никаких кулаков Я сколько раз видел Вот они Спортсмены делают На кулаки Пальцы вытянуты вперед Вот так вот И на них поклонился Ну все понятно Дальше Третий Как правильно держать щетки Чтобы они не мешали Во время поклонов Никак Не мешают Вот я их держу Сейчас я могу даже показать Поклониться Вот Сделай так Чтобы видно было Вот смотри Сначала на лоб В середину лба Пальцами Щетки в руке В это время Господи Дальше Иисусе Христе Это шрево Где пуп находится Так сделай Чтобы давнуть плоть Не просто материи коснуться Камера вот тут находится Дальше Сыне Божий То есть он вознесся Одесной престола Велища С правой стороны К ней в плечо И помилуй меня грешно Точно перпендикулярно На левое плечо Не сюда в карман вставать Как делают Многие священники Епископы И патриарх в том числе А точно на это На левое плечо Вот где соединение идет Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного Вот я на колени встал Щетки в руках Вот они Поклонился Пальцы И щетки Никак не мешают И в это время Солу подниматься Можно прямо сразу Мне нельзя У меня еще две грыжи Дополнительно Прошу Не делать Как я После операции Я лет 7 Не мог кланяться Ну все Давил и давил И как хрустнул И стал кланяться Вот уже неделю Ты что-то простыл Маленько или что Дальше Так Как правильно подниматься Сначала отрывать От пола руки Или колени Ну Руки то конечно Можешь сразу И не отрывать А можешь отрывать Снова показать Пойдется Вот Смотри Вот я кланяюсь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного На колени и руки Вперед Поклонился Вот Теперь Кто может Тот поднимается Сразу Вот так вот Я не могу так подняться Мне не разрешает Это Руки отрываю Еще опираюсь Где-то А Раньше я просто Оттолкнулся И встал Ноги даже Не разбегаются Никак А теперь Я одну ногу Поднизу Подбеду Это я показываю Для пенсионера А другую Поставлю Какие подробные Вопросы Говорит Как тебе удобно Тут никаких Инструкций нету Это просто опыт Как тебе удобно Вставать Так и вставай Но Ноги Я их Перед тем как Встать Одну ногу Подставляю Чтобы встать А когда не болит Ничего То просто так Поднялся И опустился Само дело покажет Дальше Нужно ли перед каждым Поклоном Остенять себя крестом Обязательно И есть молитва Как Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитва Ради Пречистое Матери Твоей Нет Не так Воскресший измертых Воскресший измертых Господи Иисусе Христе Сыне Божий Ну и дальше Вот это считается Это беспоклонно Без совершения Крестного знамения Есть молитвы Которые крестное знамение Совершается Царю небесный Ну надо смотреть Где А Поклонно нет Допустим Верую считает Сначала совершить Крестное знамение Но не кланяться тогда поклон, то есть разрыв между крестным знамением и поклоном. Ну, это надо просто приглядываться как. Я теперь даже объясняю дальше. Так, Игнатий Тихонович упоминал о трудностях со спиной. Да. Возможно, удастся предостеречь кого-то от ошибок. Ну, именно. Обязательно ли ставить руки перед собой, как на это фото, или, допустимо, ставить их ближе к себе? Да, ближе к себе. Чтобы использовать как упор при подъеме. И руки здесь, я касаюсь рук и кланяюсь. А почему? Написано у Иакова, брата Господня, его называли праведным. У него, он делал столько поклонов, что на коленях и на лбу кожа была как у осла на коленях. Ну, надо вообразить, что такое. Это значит, он просто затвердевший. Ну, вот когда мозоли есть на руках, вот такой, видите, лбом он касался не рук. А именно головой. Одновременно, вот теперь я показал, как рук коснуться, а лоб, чтобы достал земли. То есть, это я взял из жития святых. И дальше. Все. Все, да, больше ничего нету. Но внизу. Так, прекрасно понимаешь, что Господь дал нам способность быть служителями Нового Завета. Но не буквы, но духа. Но когда речь идет о таком количестве поклонов, использование неправильной техники может быть травмоопасно. 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 Нет какой, никакой травмы нету. Интересно, американец один обратился в православие, а он связан как-то с медициной, физиологией. И начал исследовать земной поклон, и оказалось. Вот в человеке сколько есть сочленений, палец, вот как вот шевелиться где, другое сочленение, здесь колени, руки, шея, все абсолютно участвует в земном поклоне. И в руках, и в ногах, и в ребрах, и в пояснице, везде. Все, где есть сочленения, участвуют в земном поклоне. Я тоже не знал, в Америке был, мне сказали. Я дома стал молиться, но я не знаю, где какие сочленения. Это шейные, начиная дальше. Рука крестится, в локте сгибается, в кисти, в коленях, везде. Это здорово. Но 700 поклонов земных никогда в Потеряевке никто не делал. Это неправильно. Это Псалом 118, 164 стих говорит, Давид говорит, семикратно в день, семикратно прославляю тебя за суды правды твоей. То есть семь раз становился на молитву. А что означает один? Один раз. А чтобы семь было, надо знать как один. Нету. Нигде нету. Я сам стал думать об этом. Ну, Серафим Царовский там, Богородицу считать десять раз. Отче наш двадцать раз там, к примеру, говорю там. Ну, разные-разные варианты есть. Другие по-другому. Я посмотрел на сегодняшний день. Как это сделать? Обязательно должно быть сто поклонов. На этом я стоял уже точно. Что считать? Везде считается три святоя. Царю Небесный и заканчивается Отче наш. Вот теперь стало на место. И сто поклонов. А что он о них говорит? Вот я и распределил. Десять Господу нашему Иисусу Христу. Десять Пресвятой Богородице, Преснодеве Марии. Ангелу-хранителю. Ян Креститель. Святитель Христов Никола. Святые пророки. Святые небесные силы. Апостолы-евангелисты. Это вот в одну десятку ходят. Мученики-мученицы. Святые отцы. Жены и девы. Десять по десять сто. Ну теперь надо было запомнить по порядку. Считать пророков. Тут по Библии все идет. Святых. Ну чтобы кланяться. По времени это было так. Я вот это испытал многократно. Кто может земные делать? Кто может? А кто работает на поле, он в семь раз не может быть на тракторе выйти. Куда он там в землю? Нет. Большей частью тех, у кого есть возможность. Дома. Или работа такая, что как у мусульман. Намаз. Пришло время. Он автобус остановил. Везет людей. В Ашхабаде было. В Ташкенте. Во время советской власти. Вообразить нельзя. И ничего не могут сделать. Одна торопится. Раз остановилась. Да и она. Я на аэродром спешу. А где шофер? Она подошла. А шофер они от ей показывают. Посмотри. А она не видела, как он вышел. Твой этот дастархан расстелил. На него и кланяется. Поднимает руки. Да хочу он. Это бесполезно. Ты его можешь убить. Говорит, он не сдвинется. А сколько будет? Ну там не написано, я не могу сказать. Но думаю, не меньше семи минут. И вот наши вот это полностью семь минут. Семь. И поэтому Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, я не стал так, что десять раз. Сначала помилуй нас. Помилуй меня грешного. А дальше прославления Божие идут. Благодарения с Его упоминанием имени Господа Бога. Чтобы обязательно Авваочи было, которое забыли нету. И обязательно, чтобы имя Его упоминалось и Саваов. Это мое правило. Вот этого правила нигде не было. Почему? Вот понимаете, везде надо брать. Есть, его называли, называют протодиаком Сеаруси, Андрей Кураев, Валерьевич, или как его кричать, не знаю. Да ему это и не надо. Он без этого хорош. И вот он говорит, там в газете, в литературной газете была статья «Миссионер XXI века». И он говорит о мусульманах, как он ездил по местам, где были вселенские соборы, нигде ничего нет, они развалены. И там даже, говорит, перекрестись, и везде злобные взгляды были. Это другое. А потом дальше мусульманах говорит, они религиозно талантливы. Вот это слово «религия» я слышал, талант слышал, но соединить эти слова мне не дано. Я везде подчеркиваю. Это я ухватил от Андрея Кураева. Религиозно талантливым. Талантливый человек, вот только что-то маленько ему сказал, он это узнал и сразу делает. Дома на другой день приходит, он делает и приходит. А почему вот это нельзя? Разве сделать-то? Еще время проходит. Но самое простое. Провеивать пшеницу у нас. Приехал человек, сразу делает замещание. А вот это сделать намного проще. Религиозно талантливый был Иофор, тесть Моисея. Моисей утром садится и до глубокой ночи решает, кто кого обидел, то подозрение, что жена что-то на другого мужа смотрит, то курицу украли, там я уж не знаю, что было. Он простоял, говорит, ты что делаешь? А что? Да народ-то весь день у тебя томится. Ну а как, пришли, надо удовлетворить. Так неправильно это. Как неправильно-то? Пришли. Да мало что пришли. Ты поставь по этим курицам, украли его, ребятички там подрались, или что-то. Десяти начальники. У тебя по коленам-то разбито? Он говорит, да, 12 колен. В каждом колене, дай повеление. И они сегодня поставить найдут. Которые рядом живут, там два дома, Т-3. Ну на них поставь старший, как у нас сейчас дома управ. Советская-то власть, этого хватило. А дальше? А дальше более сложные дела. Ты поставь 100 начальников. Это более сложные дела такие. Где-то что-то двигался, машина в машину ударила, платить надо. Они разберутся без тебя. Тебе зачем это знать-то? Пять миллионов народа, и ты сидишь со своими днями. Неправильно Моисей делаешь-то. А он Иофор. А всего лишь... Ну кто он такой-то? В сравнении с Моисеем-то, хотя и тесть. Его дочка Сифора была избрана Моисеем. Ну а дальше бывают сложные дела. Подозрения на измену. Там богохульство. Поставь тысячи начальниками. Они разберутся по тысячам-то. Но бывает, тысячи начальники не могут. Вот таких дел у тебя будет мало. Это Верховный суд СССР. Как районный суд, краевой суд, суд республиканский. И дальше Верховный суд СССР. А если нет, подают даже на президента или в Европейский суд. И Моисей послушался, так и сделал. Так и здесь. Ну вот теперь... Я снова возвращаюсь на наш форум. Кто-то еще пришел, какие-то вопросы задает. Я их не видел. То есть я по горящему иду. Я не знаю, еще 34-й страницу надо заглянуть. Может, что-то тут есть. Вопросов у нас тут не два, не три, а тысячи. Ну вот. Я на чем-то много отвечал. О табаке. Ну а теперь... Это 35-я страница. Вот сейчас, наверное, если глянуть на нее, то мы посмотрим. Посмотрим. Что тут? Кто пишет? Читай. Алексей Дэн. Мир Божий вам, Игнатий Тихонович. Задавал вам вопрос 7.02.2017 года по поводу молитв святым. Спасибо за ответ. Вы в ответе на видео упомянули книгу Маковеев. Видимо, это место вы имели в виду. 12 стих. Видение же его было такое. Он видел Онью, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго. Почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах и с детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простырая руки, молился за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славой, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал Онья. Это братолюбец, который много молится о народе и святом городе. И Еремия, пророк Божий. В Туровом Аковейске 15.12.14. Дальше. Но все же у иудеев не было принято молиться Моисею или другим пророкам. Да. Наоборот, обращение к мертвым запрещено в Библии. Ну, по порядку. Ну, нельзя так вот это... Запрещено, запрещено. В Новом Тазовете другое. А почему другое? Христос сходил к преисподнюю. Надо поверить. Сходил, не сходил. Или далее. У Христа душа была, человеческая душа. И духом, говорит, душа и дух, это одно и то же. Он сходил к преисподнюю, место и проповедовал, и вывел. Устройство храма было по образу небесного, сделано, как показано на горе. А какое небесное? Она не обе кто было? Бог. Бога не изображись никак. Бога изображала только золотая дощечка у первосвященника. Это Бог-слово. И скрижа Лизавета, Слово Божие. А Ковчег прообразовал Божью Матерь, внутри которой находился. Это надо понять. А на небе были ангелы, херувимы. Они изображались, простерли крылья в храме. А почему святых не было? Потому что они в преисподне были. Устройство храма не по преисподнему, а по небесному. Но когда Христос сходил в преисподние места и вывел, и Христос говорит, ныне же, сегодня же будешь самой в раю. Теперь души-то там, Бог Божья Матерь-то там. И поэтому все это изображается. Им нельзя было молиться. Они были в преисподней. А теперь можно, а не на небе. Дальше. Церковь это все устроила как надо. Что еще? Так. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебники, вопрошающий мертвых. Ибо это, видите, к этому-то церковь никогда не приближалась. Сектанты меры никакой не знают. Что интересно, вот у православных пекут Пасху, кроме яиц крашеных, вареных. Я тоже не согласен с этим. Там смерть только в скорлупе. А если Мария Магдалина царю там давала, я не знаю, кто там из них был, к кому, Тиверию там она пришла, приветствовала Христос воскрес, может быть, не было просто, и предание так сохранило. Ну, а еще и Пасху, Пасха, вот такие хлебы высокие делаются, и там поливают там чем-то, без сметаны или чем, и посыпают что-то. И теперь они начинают, это знаете, это фаллос, это вот чему поклоняются, то есть мужскому половому органу, а это семя мужское, то есть никакого предела нет, ничего. Ну, то есть, раз отступил из церкви, уже ничего святого для человека нет, он еще хорохорится, а ничего нету, ни поста, ни креста, ни молитвы, в настоящее нет ничего. А вот вызыватель умерших, а его никто не вызывает. Вызыватель он явился как, а эндорская ведьма вызвала, когда по просьбе Саула Самуила, он явился, а у святых мы молимся, никто не являлся. Я молюсь полвека и ни разу не вызывал, 54 года. То есть они не знают, куда прилепить, то есть отнято разумение священного писания. Это сектантская темнота. И дальше... И вообще написано, что у нас один ходатай перед Богом, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком. Ну, по порядку. Один ходатай. Один ходатай? А Павел говорит, молитесь за меня, да мы по ходатайству многих. Ну, а ходатайство, значит, и ходатай, тут не надо говорить, кто это. Если говорят, там работает кто, ну, рабочий. А там прыгает кто, прыгун, ну, как угодно. От глагола мы переходим к существительному. Так? И здесь, и что он говорит? Перед Богом... Так. Ходатай перед Богом. Ходатай один. И говорит, один посредник между Богом и человеками. Один? А как же молимся? Ну, тогда выходит, вы нарушаете. Не нарушаем. Между Богом и человеком. То есть со стороны Бога один. А со стороны людей тысячи, может быть, миллиона. Через кого мы обращаемся. Да какая? Ну, вот заключает мир. Безоговорочная сдача Германии. Йодоль пришел, он один, и там с ним секретарь. А с этой стороны и генералы сидят, и Жуков, и принимают. Это, что ты все время это... Ну, ободрись. Холодно. Ну, возьми там, ткни иголкой себя. Не только пнусь, через 2 секунды заснул опять. Да ты позволяешь себе многое. Воззови к Богу-то, что сегодня тебя держат в камере где-то. И будут бить тебя, не дают спать 2-3 суток. И все за это время скажешь. Вечером всегда ложусь спать. Ложись спать раньше, чтобы считать, не дремать. А раз дремяешь, ты с просонок и считаешь. Ни выражения, ни интонации, ничего нет. Я это с Иисусом своему выговариваю. Дальше что? Считай. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Но Он и одесной Богом. Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8.34. Надо бы покаяться. Все, кто молится мертвым. Ну да. А больше, у Бога все живы. Это уже сектантская дурь идет. У Бога нет мертвых. То есть, это говорит человек неверующий. Если верит в Священное Писание, Он знает, Авраам жив. Он знает, что находятся они мертвые. Где они мертвые? Они не умерли, а они у Господа. Так понимали кто? Ну, подходили самаряне, садукеи. Я Бог Авраам Исаака Якова. Я Бог есть сегодня, но не был. А они умерли. Я говорю, если было три сына, а остался один, Он говорит, у меня есть сын. Не говорит три сына. Три сына это было. И Господь на основании этого стиха, на основании пяти книг Моисея, которые только эти книги признавали, как сектант. Одиннадцатый книг выбросили, не канонические. А почему? А как раз там все обличения на них собраны. Относители молитвы. И дальше что? У Бога все живы, можете вы сказать, но Самуила вызвала волшебница и вызвала его как умершего. Благословение. Ну и что тут? Я не понял, он признает или нет, что она вызвала? Ну я считаю, вот написано. У Бога все живы, можете вы сказать, но Самуила вызвала волшебницей и вызвала его как умершего. Ну, как умершего-то? Если умер, они же... Умершие, наверное, люди-то, которые видят, видят человека на кладбище. В раме, там где-то похоронен-то. А откуда он вышел-то? Как умерший-то? Тогда и Павел умер. А как воскресил? Павел говорит, желаю разрешить себя тело и быть где? Со Христом. Это не верующий пишет. Я думал, он сектант. Это совсем не верующий. И дальше что? Он пишет, у Бога все живы. Ну, вызвала Самуила, вызвала как мертвого. Причем тут Павел? Где мертвого? Где мертвого? Так как бы она его вызвала? Умершего в смысле. Умершего? Так человек дуалистичен. Тело и душа. А то в душу не верят Адвентисты седьмого дня. Это не верующий ли Адвентист седьмого дня? Видел я души под жертвенником. 9-6. Считаем мы. 6 главный 9 стих. Ну-ка, посмотреть надо. Минутку. Глянуть. Откровение. Откровение. Вот. Откровение. 6 глава. 9 стих. Снял пятую печать и видел под жертвенником душу убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. То есть они мертвые? Нет. И возопили они громким голосом. Все. Все, что впереди сказано было, никакой роли не говорят. Они возопили. А они знают, что. Ну проще руки сложить, да и сидеть, дремать тоже. Неинтересно снимают у меня. Бестоланное. Ну вот все мы ответили. Оставить ересь. Ну вот оставьте ее, эту ересь. Ну вот больше не делайте. Благословение. Когда слово благословение, это сектанты так придумали. Благословение. Понятно? Вот словом одним благословением никогда не говорили святые. Он даже не знает Писание. Да благословит тебя Бог. И Иаков, полумертвый, да благословит и говорит. Благословение. То есть он побежал играть в футбол. В Америку поехали. Спортом занимаются все. Перестали заниматься Словом Божиим. А этот-то друг у друга, говорит, лжепророки воруют слова. Вот вам ответ. Теперь я выхожу на первую страницу. Тут где-то еще вопросы. Посмотреть надо, где эти вопросы. Здесь это еще. Считай здесь. Помоги, не спи. Надо увидеть. И где тут слово Аталагирстан? Вопросы. Давно их нет. Надо их вытащить на первое место. Вопросы из разных мест. Сколько посещений? 162 959. Так. Видишь, куда ушло далеко. Ну, видимо, нельзя подносить туда. Иначе они на нее кинулись. Ну, правильно. И сколько здесь вопросов? 3691. Вот. А здесь-то намного меньше. 3000. В 10 раз меньше. Ну, и кто уже здесь 17 тысяч просмотров и посещений было. Валерий Харламов. Я не знаю. Но явно, что это не православный еретик какой-то залез к нам. Благословений. Как только одно слово благословений сказали, знаете, это не православный. Ну, и тут вообще православный вопрос, это не православный. Он не верит. Это адвентист седьмого дня или безбожник? Дальше у нас есть канал, видеоканал. Сколько у нас просмотров? 5 миллионов 391 тысяча 232. Подписчиков. 6 тысяч 250. То есть маленько у нас посещают люди. Вот вчера я поставил тут, был у батюшки. 13 часов назад, 664 просмотра. Это больше. А сегодня вот поставил, которые тут, это ночью я все делаю, снимаю замки. Ставит, а другие там администрации. Самое большое, это лагерь Стан расформирован. 111 просмотров за 4 часа. Ну, вот такое дело. И далее мы имеем большой ресурс, православный библейский сайт. Называется «Восвете Библии». Тут книги все вот. Здесь Новый Завет прям отдельно можно скачать. Здесь «За Слову Божия нет усы», это автобиографичная книга. Из одних документов буквально состоит. К истинному православию. Я 40 лет собирал материалы. Там, ну, если я в нее ткнул, вот так сейчас вот ткнул, она открывается, вот они идут. Какие? Слово Божие. О Библии, о молитве, о покаянии, церковной дисциплине, к истинному крещению, о Господе, священстве, церкви, посте. Посмотри, сколько здесь есть. Вот. Что такое Библия? Дальше дается вот это ткнуть, если в любое. Здесь вот «Фатимская весть», «Трагедия или надежда». Вот я не уткнул, вот она сразу вышла. Видите, как сделано? Это Евгений Клименов помог нам все это сделать. И теперь я возвращаюсь на прежнее. Вот. Теперь самое ценное во всем это ответы. 4124 ответа. Сейчас мы идем в папку. С обратной стороны начал бы спереди. Я не знаю, где остановились. Так. И вот новое. Я открываю. Показываю так, чтобы выделить. Ctrl-S скопировать. Отойти отсюда. Скопировать. И вот так. Ctrl-V. Опять выделить. И на шрифт 20-й поднять. Сидеть за компьютером, это надо глаза хорошие иметь. Издавая книги, за неполных 9 лет я провел больше 30 тысяч часов за компьютером. Это чтобы издать книги. А их изданы ни одна, ни две, а 38 томов. Каждая 752 страницы. Вопрос. Вопрос 3421. 21 том открытым оком. Если Бог один, то почему же тогда по-разному представляет себе загробный мир? Да, в земном шаре по-разному представляет. Сколько, говорит, голов, столько умов. Никому не прислушивается. Есть церковь, которая все истолковала. А я отброшу. Я отброшу. Но это одна лошадь влечет другую. Те, которые не верят, что это земной шар, но они, а как, а как вокруг Земли летали? Они не летали. Ну как же спутники? Они никуда не летают. Они вот так на одном месте крутятся и все. Ну то есть дальше никаких уже пределов по лжи нету. Все время идет с обвинением. Я говорю, космонавтов 250, кажется, 4 было. Астронавтов американских. А не было никого. Никто не летал. Это обман, это масоны. То есть дальше уже огромное море лжи. И человек должен барахтаться в нем. Я говорю, ну а как же сейчас вот на Луну? На Луне не были. Это все обман. Это уже доказано. Но если бы на этом только заканчивалось, я согласен. Но я знаю, что грех не бывает выборочный. Он обязательно тянет другое. И тогда человек ко всем лжецам прямо с удовольствием китает. Он лжет, всем понятно. Он ничего не делает. Лжет, краснобай. Но он пойдет за кем угодно человек. За Сталиным, за Гитлером, за Серлигом. Куда угодно. Почему? Ложь. Дьявол лжи заходит в уста, как написано во времена, когда был пророк Михей. И уже ничего нельзя сделать. И представляет загробный мир. Тем более, в загробном мире так мало написано. Я отвечаю. Ответ. Потому что есть откровение Божие. А есть человеческое воображение. Как о земле. Написано земной шар. Ну давай, сейчас глянем еще, прочитаем, как это написано. Запиши сейчас шар. Да не холодно, что ты так это уж. Дубак настоящий. Дальше, читай вслух. Третий ездор, 932. Это голова. Голова, то есть правитель, который будет. Видение будущего мира показано. Это голова устрашила всю землю. Всю землю. Какую землю? Ну понятно, что на которой мы живем. А какая она, неизвестно. Землю и владычествовала. Над обитателями земли. То есть речь идет о земле. Не в кринке. Не в фикусе, там в горшке. А земля, на которой живут государства разные люди. Над каждым языком и племенем. И что? Земли с великим угнетением. И удерживала власть на земном шаре. Более всех крыльев, которые были. То есть речь идет конкретно о земле, на которой мы живем. И это земной шар. Земной шар. Два слова. И если человек верит, то вопросы сняты. Вообще нет. Земной шар отсюда все осталось на место. И тогда есть планеты. Да нет планеты. Есть там вверху что-то. Ракета ни одна не пролетит. Придумали твердь. Она ударилась, упала. Ну то есть, ну бред. И на этот бред теперь. А теперь Крашенинников. Слава говорил динозавру. Один бред не идет. За целую цепь бреда будет нести за тобой. И доказать как они как. Это уже одержимость. Одержимость, подверженность демону, влиянию демона лжи. И доказательств никаких не надо. Вот одно доказательство. Земной шар. Ну а тут там все понятно. Что интересно. Лыков их на базе когда нашли. То Песков об этом пишет. Писал. Первый, который о них написал в Комсомольской правде. И он говорит. Когда разговаривал с Карпом Осиповичем. А вы видели, что на небе-то двигаются спутники? Он не знает эти слова. Видели. И один раз, другой там забежал Агафья. И говорит. Тятинка. Звезды стали двигаться. Он. Что ты думаешь? Посмотрел. И правда. Дальше летит, летит. А. Да как это так? Это люди стали пущать огни. Вот так он разрешил. Люди стали пущать огни. А все. Ракета. А потом увидели, как поднимается ракета. И от нее отработка. И видно. След ракеты очень хорошо виден. А это как раз в тех местах. Еще стали падать отработанные части ракет. Совершенно ничего не знающие. И когда сказали. Война была. Война. А с кем? Да немец напал. Немец. Германец. Это Петру проклятие. Он с Семсом якшался. А говорит о Никоне, как будто он за стенкой живет. А можно его сдвинуть? Что не Никон. Каждый из нас виноват. Нельзя. Нельзя. А у него там внутри. И он сильно делился. Когда целлофан увидел. У него стекло. А мнется. Нам даже смешно это. Палатку ощупал. О, какой материал-то. На портки, на штаны век не сносить. То есть он отсюда их сносил. Он, у него это понятие было. Человек, который ничего не видел. Что с него спрашивают-то? Он не видел, не знает. Но современный, живущий сегодня человек. И мыслить категориями Карпа Осиповича. Ну, это смешно. Надо все отрекать. Отрисать. Ну, а который сейчас за деньги летает в космос. Там 32 миллиона, кажется, долларов заплатить. И тебя, ну, подготавливает, конечно. И богатый может слетать. До этого нет. Он никуда не летает. Его просто на Ниване там накрутили. Он, видите, флаг стоит, как он. Нет. Там нет атмосферы. Они специально сделали такой, который распрямляется. Ничего не знает. Который пишет, он не знает. И он эту дурь пускает, поверит. Вот, на Урале определенная секта по книге Бажова Павла. Что хозяйка Медной горы есть. И руководит кандидат наук. И все, секта образована. Да неужели верят в это, что хозяйка Медной горы? Так он так написал и есть. Ну, а может человек себя проразносить Богом, Христом и будет. Милиционер. Один милиционер служил, там бьют, то нападают. Да зачем мне это? Я Богом буду. А кто? Сергей Торопов. И, пожалуйста, назвался Виссарионом, отпустил волосы. И там люди едут с Академгородка, сдурели совершенно. Продают имение, должность, и даже доктора наук едут туда. И там строятся и живут. И там прыгают, скачут, а что он Христос, ему поклоняются. Я Христос, я Христос. И в это они верят. Да не может быть. Но Олег Стеняев туда ездил. Я не знаю, мне кажется, я видел, там Андрей Кураев был. Да не мог он не поездить, обязательно. И с ним беседует. Ну, обманщик. Ну, какой обманщик-то? Христос. Это вы обманут. Это вас масоны обманули. Жидовской вере. Вот настоящий Христос. И как они доказывают. А сейчас новое язычество, неоязычество. Левашов Николай, Константин Петров, Твердохлебов. Кого только нету. Язычество настоящее. Перуну поклоняться надо. Им последователь есть до миллиона. Не два, не три уже миллиона. Это надо знать. Нет ничего нового, что не было под солнцем, как Эксиас говорит. Вот здесь есть у нас православные, католики были, мусульмане, иудеи. Ну, вот четыре, как традиционная религия называется-то. И вдруг Пятидесятники. Адвентисты седьмого дня. Адвентисты сохранили себя? Нет. От них вышел святой остаток. Мормоны. Ну, уже все. Иконы у вас православные. Ну, там икон ни у кого нету. Не имеет. Дальше Пятидесятники. Уже все. И падают, и крещат, и ползают. Это не все. Дальше харизматы будут. Харизматы еще раз делятся на десятки. И каждый стоит на своем. И сдвинешь. Почему? Святые отцы не нужны. Священное Писание по боку. И за все время даже не откроет ни разу. Ну, сегодня-то верить в то, что земля плоская, на китах или... Ну, на чем она стоит? На столпах? Да нет ни столпов никаких. Ну, образно. В железо вошла душа. Куда вошла? Я уже знаю. Самая лучшая доказательность это за горизонт. То проверить нельзя. Доказать. А вот на Байкале, положил красную материю, ее видно за 4 километра 800 метров. И дальше сдвинул 100 метров, ее уже не видно. Ее не видно. Не в бинокль. А человек, так он... Ну, это далеко. Да недалеко. Тебе рядом стул поставит. И ты на стул залез, и видно, почему так она же выпуклая земля. Когда затмение отображается полукругом на Луне тень земли. Одновременно, если плоско, одновременно солнце освещало бы всех. Но, однако, там ночь. Мы можем сейчас в Америку позвонить и спросить. 12 часов разница. Как это? Никак. Я вот просто говорю об этом. А люди, которые верят, ему этого достаточно. Как в загробном мире? А там вообще никто не видел. Доказательства какие? Никаких. Я говорю, ну вот вышел же Самуил. Так его ведьма вызвала. Еще вы не понимаете. От Винтисия 7 дня. Я говорю, смотри. И сказал Самуил. Вот эти и сказал Самуил слова автора. Автор Дух Святой. Дух Святой говорит Самуил. Нет. Это демон вышел. Мы снова это место открываем. И сказал Саул. Правда, не правда сказал. Мы не спорим. Но что именно Саул? Это слова автора. А слова автора, автор Дух Святой. Все писание Бога вдохновенно. Писали святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Все от Бога. Писание это. Вот тут и задумывается. Ну и дальше. И дальше сказала она. И сказала она. Он спросил, кого ты видишь? И сказала она, кто ведьма. Вот она сказала. Это именно она сказала, не Саул. А что сказала правду, не правду, за это мы не вручаемся. Ну слова автора. Грамотные люди с высшим образованием вдруг внезапно все. Ничего не понимают. Я говорю, а с какой образованием? Ну это профессор, наш брат. Я говорю, ну она сказала. Ну тут трудно объяснить. Ну не она, потому что, во-первых, души у человека нету. Они не верят в душу. А в дьявола еще верят пока. Ну я как ему докажу-то? Я говорю, написано, нет, написано земной шар. А нет, это что надо понимать? Даль как понимал. Да Даль понимал под словом земля, что понимал, а не шар. Под словом земля сколько? Я тебе сказал, коса. Что такое коса? Ну, первое, коса у женщины. А дальше коса, которые косят траву. Коса на косу сели, Павел говорит, мель была. Есть выражения такие, которые 18 значений. Душа, что означает? Ну душа, вторая субстанция человека, она главная в теле. А на Яков говорит, прибыло 75 душ. Что, души сидели на седле? Да нет, предпочтение отдается главнейшему. У меня семья 5 душ. Любой крестьянин скажет, 5 душ. Так принято говорить. Ответ. Откровение это не книга апокалипсис Иоанна Богослова. А то, что Бог открыл людям, показал невидимое. Матфея 16, 17. Вот надо понимать, что такое слово, даже откровение. Есть книга под этим названием. А откровение это просто Бог открыл. Тогда Иисус сказал ему в ответ. Блажен ты, Симон, сын Иоанин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Открыли, показали. И Евреям 10, 20. Который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Открыл. Потустороннее, как принято говорить, находящееся в ином измерении. Оно может быть понято только откровением свыше. Это мне вопросы задавали, где я вел занятия в университетах, техниках, школах, милиции, на радиопередачах. Это мои ответы даю. Дальше. 1 Коринфянам 2, 10. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Глубины Божии. Глубины. Глубины. Истина одна. И все остальное, что не по Библии, есть дьявольское обольщение доверившихся сатане. Вот что такое. Не верить в тому, что земной шар – это дьявольское обольщение людей доверившихся сатане. Хорошие люди, все. Не думайте, что там плохие какие-то убийцы у Виссариона. Нет. Нормальные люди. Их исследует психиатрия. Совершенно нормальное мышление. Дух лжи вошел в уста, ничего не докажешь. Иди. Победа будет. Иди на смерть. Ахав пошел на смерть. И только один Михей видел, как дух лжи вошел. А почему? На небе там какое-то совещание. Ну, на небе или где? Бог говорит, как бы увлечь Ахава? Да убей его, Господи. Нет, надо, чтобы естественно было. Говорят один так, другой иначе. Один говорит, а я войду и буду говорить дух лжи. И Бог ему позволил. И говорит, иди. И вот люди, которые не верят, что земля – земной шар, дух лжи вошел. И они всякой лжи теперь верят. Хорошие люди. И ничего нельзя сделать. Никак. И какая ложь, мгновенно на эту ложь хватает себе. Да не ты это делаешь. И поэтому надо глядеть глубже намного. Ладно, верь ты, пускай земля плоская, не летали никуда. Но духа лжи изгнать надо. И молиться об этом. Никуда не были, никуда. Просто земля плоская, и она маленькая. И солнце от нас. Я говорю, а сколько тогда солнце отстает на 7 тысяч километров? Откуда эти данные? Когда 120 там миллионов километров. И какая температура? Да кто мерил? То есть на свой уровень приземленный начинает мерить. Дальше. Истина одна. И все остальное, что не по Библии, есть дьявольское обольщение доверившихся сатане. Даже красиво и умно составлены похождения Гераклом. Даже путь Азириса и описание мусульманского рая есть прелесть, как понимали все святые отцы. Ну какой рай, что у него будет 120 или сколько там гурий, а по-немецки гура это проститутка. Гура. Я думаю, нет ли связи между этими словами-то, гура и гури, прям рядом? Нету никакой связи там. Никакой, но похоже. Может быть специально это дается понять. Ну кто они такие, если каждую ночь она и новая, и почему-то они ценят, чтобы она была, как в народе говорят, не девственница, а по-другому говорят, целка. И она опять восстанавливается, у нее будет плевра, и она на следующей ночи у него будет. Ну какой это рай-то? Он жил блудно здесь. Блудно, все это блуд по отношению к женщинам. Так и все православные и особенно красочные католические картинки о том, что умершего грешника можно вызволить из тьмы вечный свет Христов через церковь. Есть всего лишь благочестивое заблуждение невозрожденных душ и коростолюбие монахов и попов. Вот мое определение. А нужно было на все притязания понять и познать загробный мир, сказать, Матфея 16-23, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть Божий мир принять, что он земной шар, не может, но принимает его, как он поднял. Ты бы сказал, «Отойди сатана, написано, написано 32 стих 11 главы 3, все, кончилось бы. И землю повесил ни на чем, а тут на ее плоскую куда-то надо ставить, на что-то, и там воды где-то, ни на чем. И сверху, говорит, восседает над кругом земным, не квадратный стол какой-то, кругом земным, ну как круглый шар, так и выглядит». Есть еврейский журнал лихаимцев, и он сообщает, лихаим. Она еврейка нам принесла, лихаим, ну похоже. Номер первый, 2007 год, страница 105-108. Ну мне сразу обвиняют, а вы жидовские там журналы считаете. Считаю, грешный человек. У меня много баптистских журналов, свидетелей Иеговы, я раздаю и слушаем ярла песни у нас. Так, кавычки открыты. На последней странице брошюры «Америка. Источник терроризма» приведено пространное высказывание Аятолы Хамейни, воспаляющей мученическую смерть Шахада во имя Аллаха и Ислама. На обратной стороне обложки брошюры написано «О, Аллах, я прибыл к Тебе, встречай меня довольными моими деяниями. Я нуждаюсь в Твоих милосердии и жалости. Прими меня самым лучшим образом, сделай так, чтобы моя встреча с Тобой была приятной. Желай встретить меня. Отдай мне смерть мученика Шахада, как путь для нашей встречи». Все, и тысячи идут, маленькие мальчики идут. Можешь их убедить от этого? Нельзя, дух лжи. Вот да, ему там женщин теперь дальше. Я считал. А как их делают? Очень просто, говорит. Таких, которых избирает, это пишет «Щит и меч». Главная милицейская газета у нас в России. Их, говорит, берут таких, на наркотики. А рядом, где у них идет этот полигон, отдельно там живут женщины и другое все. Ну и в таком состоянии, его накачивают наркотиками. И когда он в абсолютно бессознательном состоянии, а им говорят, вот вы сейчас готовитесь, и вам покажут этот рай. Может, может, сделать, Аллах может сделать. Это газета пишет, центральная газета, я оттуда беру. Его ночью туда переносят, а там все рядом, то перенесли через дорогу. Он просыпается вокруг девушки. Что с тобой случилось? Ты в обморок упал. И дальше он наслаждается, ест, пьет, купается, и каждый день меняет их несколько. Ну, а потом опять наркотиками. И опять его назад перевезли. Он проснулся, и тут врач говорит, что с вами? Где я был? Ребята, настоящий рай есть, и все. Он отблудился еще и посмотрит, утружденно у него все. Он теперь его подправляет, начиняет его. Пять тонн взрывчатки, гони машину. Вот, говорит, как делается это. И дальше. Спрашивается, чем же отличаются тогда православные молитвы за умерших от неправославных? Но при всем, при том, у нас есть истинное откровение Божие, святая и вечная Библия. А у нас столько лихаимства в храме на покойниках, столько мертвецкой неправды. Там кавычки закрыты, вот где. Теперь я объясняю это дело. Остер 4.8 Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Без веры в жертву Иисуса Христа, как Сына Божия, единородного от Отца, нет надежды на спасение. Евреям 9.27.28 Как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. То есть прощения там не будет, Христос явится где-то. Молились, не молились. Дальше. Я больше не могу, мне жизнь моя постыла. Я тщетно счастья светло искал. В груди мои уже холодная могила. Пороган и разбит мой прежний идеал. Вот сейчас сказать, что вы людей этих подрываете, никакого рая нет. Он как самоубийца. На детской площадке взрывает их что? Это что, у них в священной книге так написано? Нет, конечно. И нет этого. Я близко знаком с мусульманами. Говорит, там этого нет, чтобы детей подрывать, или еще, чтобы в метро едет, взорвало трамвай в автобусе, в подземке, в Испании, в Америке везде все это взрывы идут. Кто? Не православные, не буддисты, а именно люди, которые исповедуют другую религию. Вот он здесь и дается ответ. Дальше. Чего мне ждать еще? Померкнувшие дали, мне лучезарных дней уж больше не сулят. Напрасные мечты, лишь скорби до печали, мой изнемогший дух повсюду сторожат. Бог, говорите вы, но я его не знаю. Он чушь душе моей, порочный и больной. И фиам и ама, я перед ним не сожигаю, не прихожу к нему с горящей мольбой. Он страшен, он только страшен мне, в зоблачном чертоге, средь сонма ангелов и чистых и святых. Что за нужда ему, что на земной дороге так много гибнет душ в волнах страстей мирских? Что Богу до того, что я решил забыться, не в силах будущей страдания сносить? И сопостылой с жизнью распроститься, чтобы навсегда себя от мук освободить? Какое дело Богу, что я решил на себя петлю надеть? Мне трудно, я не могу. Автаназию дайте мне, как он в Нидерландах. Приехал врач, дал укол и умер. Несчастный, смертный, нет, ты Божие создание, и дорог ты душе небесного Отца, ты драгоценный перл в природе мироздания, венец и красота могучего Творца. Не сетуй на него, он простирает руки, кто утешение ждет, он всем помочь готов. Он хочет снять с тебя всю боль сердечной муки, распутать цепь тебя, путавших грехов. Душа твоя больна, ты, счастье искавший, все лучшие года на то потребил, но он зажжет опять светильник твой погасший и в жизненном пути дарует новых сил. Он вновь вселит в тебя любовь к существованию, и радость бытия почувствуешь ты вновь, и к ясному придет душа твоя сознанию, что высший идеал спасителя любовь. Что в этой-то любви глубокой, бесконечной? Все счастье жизни и сей цель заключена, в ней доступ нам открыт к Творца отчизне вечной, и на пути земном нам светлый луч она. О, где мне взять слова, мой ближний, мой любимый, дабы дошли они до сердца твоего, чтоб Бога ты познал и полюбил всей силой с раскаиндьем припах к святой груди его. Мужайся и внимай, тебе он шепчет нежно, заблудшее дитя, приди ко мне скорей, я стану твою блекой одежды белоснежной, и мир дам чудный мир душе больной твоей. Шарипанова. Это поэт, поэтесса, как называют, адвентистов седьмого дня, Евгения. Видите, откуда беру. Всех поэтов, мира, все употребляем. Ну и что здесь, царство? Царство или что у нас здесь? Ну, царство. Царство. Ну и запиши. Царство, загробный мир. Ну, вторую руку-то потяни, что ты так? Я тебе выговор делаю. Ты не вдохновенно это делаешь. Если я считаю, ты сразу дремать начинаешь. Да разве мыслимо это? Ну, интонация на всем отражается. Я говорю, оденься как. Вечером ложись раньше. Вам важное дело. Людям открываем это все. Ну, огня нет. И поэтому, когда я говорю, и где-то там голос, интонацию имею, для людей это... Некто не понятно. А что он так? Что он гневается, он кричит, то другое. То есть это мертвые люди. Возвысь голос твой. Везде говорят, на горах возвысь, чтобы на другой горе было слышно. Как он кричал? О том, чтобы шептал. И я только говорю следующее. Две минуты поговорил, вижу, опять спишь, сидишь. Опять ткну ногой, опять начал говорить. Нехорошо. Не для Бога это делаешь. Я прошу тебя, отставь эту. Вот она не годится. Ну, сегодня, раз уже сейчас прошел, все на этом. Слава тебе, Боже. 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 Продолжение следует...